Здравствуйте, мы около Фишфабрик Новойл, где сегодня выступает Олег Лёгкий. Это сексуальный певец из Хабаровска, рыбный гений. Он взорвал весь интернет своей записью рыбы Амура. Давайте насладимся этим действием. Ну, в общем, Олег отыграл свой двухчасовой сет при восьмиминутном альбоме. И сейчас мы идем брать у него интервью. Йоу. Привет, мы работаем на радиостанцию Снег. И мы зададим тебе пару вопросов. Радиостанция Снег. В общем, возник очень такой интересный вопрос. Почему именно гитара, а не, например, гусли? Хороший вопрос, потому что у меня нет гуслей. По-моему, ответ хуже, чем вопрос. Ну, на самом деле, да. То есть нет возможности приобрести или что? Ну, да. Я бедный. Ну, как считаешь, гитара или гусли круче? Они и те другие крутые. Я люблю фольклор. Ну, ништяк. Мне кажется, если гусли начнут драться с гитарой, то победит гитара. Фортепиано. Нет, фортепиано тут не участвует. Ты не слушаешь, что я отвечаю, что ли? Я слушаю, там, смотри, гусли и гитара, да? Если они начнут драться... Нет, гитара слабже сделана. У нее есть такие места в конструкции, которые... Ммм... Которыми гусли воспользуются. Здравствуйте, Адор. Как вам настроение? Мне очень весело. Как вы относитесь к современному искусству в целом? И что вы хотите? И считаете ли вы себя частью современного искусства? Нет, я не считаю себя искусством вообще. Я не считаю себя музыкой. Вы не арт-объект? Я не... Вот, кстати, вот смотри, Теодор, как ты мне, да? Может быть, арт... Вот, может быть, и арт-объект. Кто вам больше нравится? Том Йорк или Иван Дорн? Оба. Вы такая смесь их обоих. Ну, как тебе сказать? Хи*** знает. Вот, что я могу на это ответить. Идеальный ответ. Ну, реально, ты занимаешься анализом, это прикольно. А я занимаюсь, знаешь, чем? В поиске песни? Нет, я делаю отжимания. Сейчас я тебе покажу. Вот смотри. Главное в отжиманиях это что? Ты в себя берешь, когда поднимаешься наверху, то есть ты выдыхаешь. А как к турникам относятся? Очень хорошо. Очень как, знаешь, такого человека, как Миша Маваш. Конечно же. Ты с ним пьешь? Нет. Я же простой парень, а Миша Маваш, он же крутой рэпер. Только окун знает, что ему моря не хватало. Кот лавки сушу. Хорошо, следующий вопрос. Каждый музыкант проходил через какие-то страдания. Кто-то лежал у всех... Ну, действительно, разве не так, да? Действительно, так и есть. Кто-то лежал в психбольнице, кто-то потерял конечность, кто-то работал в каких-то социальных службах. Какие страдания перенес ты, чтобы прийти к этой музыке? Со мной все в порядке, но я не страдал. Вот, а раз у тебя короткие песни, связано ли это как-то со своей стрижкой? Связано ли как-то... Нет, связано ли мои короткие песни с известным изречением «Краткость сестра таланта»? Нет, в первую очередь со стрижкой я имел. Стрижка нет, не связана. Это просто очень красивая стрижка, которую я сам придумал, которая есть у кисака. А не планируешь эмигрировать куда-нибудь? Нет, нет. Нет, я буду жить в России и умру здесь. А, ну, договорились. У тебя есть песня про рыбу. А как ты относишься к охоте? У меня, да, есть песня про рыбу. Ну, крепкой охоте мы имеем в виду. К охоте крепкой? Нет, никак не отношусь. Если ребята ее пьют, пускай пьют. Я не пью крепкую охоту. Охота крепкая, это же пиво? Нет. Ноу. Ну, а к рыбе, в общем, к сухой рыбе, допустим. То есть хорошо. Кальмары? Кальмары, ну, иногда ем. Иногда. Редко. Желтый полосатик. Нет, это чисто вообще пивная тема. Абридко. Да что ж ты? Капал. Ты подготовленный пришел. Вот смотри, ты называешь себя Олег Легкий, правильно? Да. Да, так вышло. Но это, понимаешь, пошло от того, что я придумывал просто псевдоним в интернете, чтобы, ну, типа, что это не я, что я там не Сережа. И я сказал, что я, ну, Олег Легкий, не знаю почему. Так получилось. Олег Легкий как-то, ну, буквосочетание. И все. А вот этот эпитет Легкий, тебе не кажется, что это дискриминация полных людей, например. То есть, получается, мне не стоит приходить на твой концерт? Почему? Ну, а на самом деле я не такой уж и легкий. Попробуй, подними меня, красотка. Все. То есть нам стоит попробовать? Я сказал, красотка, нет, меня должны поднимать... Все.